Здравствуйте, наши студенты. Ухарсик, государство медицинских университетов, имена Абвалия Бензина. Наша кафедра детской стоматологии, я пища доцент Раева Ферузова-Грашидовна. Предмет наше – это медицина полустерта у детей. Наша тема – это заболевание парадонта у детей, этиология, патогенез, классификация, клинические формы, диагностика, особенности метода лечения. Заболевание парадонта. Парадонт – это комплекс тканей окружающих зуб, развеющийся вместе с зубом и составляющий с ним единую морфологически-функциональную систему. Распространенность заболеваний парадонта у детей, по данным разных авторов, составляет от 10% с возраста 7-10 лет до 70%, возраст с 14-17 лет. В Одессе он младший школьник в среднем 35-40%, у старших классников от 50% до 70%. Заболевание парадонта – это этиология в развитии заболеваний парадонта важную роль играет как экзогенные, так и эндогенные факторы. Установлено, что непосредственно причиной возникновения поверхности и глубокие парадонтопатии является зубной налет и микроорганизмы, составляющиеся его основы. Интенсивность образования зубного налета в 90% случаев определяется в тяжести с течением парадонтита. Однако, агрессивное воздействие микроорганизмов зубного налета и зубного камня уже заключительным этапом результативного воздействия местным и общим факторам и защитных механизмам тканей парадонта. Этиология – зубной камень, мягкий зубной налет, химические раздражения, травматические чистки губов, вредний привычек укурения, реставрационные материалы, съемные протезы, мосты, чрезмерная агрессивная нагрузка. В заболевании парадонтопатогенизм при патологии парадонтов в процессе вовлечены очень много механизмов – это ферментативные, уморальные и энергетические другие. При этом важное место отводится нарушение трофики, то есть метаболизма и микроморфологии парадонта с ухудшением микроциркуляции, нервно-гормональным изменением, нарушением жевательной нагрузки и, конечно, микробных факторов. Заболевание парадонтопатогенизм согласно сосудистой теории Евдокимова, возникновение парадонтита первичным является дистрофический процесс в костной ткани аллергерного отростка, как следствие артеросклеротических изменений артериол, челюсти на фоне общего артеросклероза с последующим нарушением микроциркуляции. Заболевание парадонтопатогенизм в основном нейрогенной теории развития парадонтита платонова лежит к трофические нарушения центральной и периферической отделов нервной системы, то есть к развитию дистрофических процессов, приводит к питанию нервной дистрофии. Существует так называемая механическая теория развития болезни парадонта. Стройники ее обсловлено подтвердали своим исследованием. Было также установлено, что в развитии парадонтита в собственной инстинкт-эндокринной системе очень тяжело протекает болезни парадонта при диабете, гипо- и гипотериозе. При этом наблюдается снижение препаративных и защитных функций организма. В возникновении и развитии заболевания ткани парадонта значительную роль играет свободное однородикальное окисление липидов. Фактор риска обслуживается исходный фон. Относительные недостаточные физиологические антиоксиданты защиты. Неполноценная система ингибирования свободно радикально окисления липидов приводит к его развитию в мягкие ткани парадонта. Под влиянием противоречивших факторов, в первую очередь, утечки артикала кислорода при дыхательном взрыве. Погатитарные лейкоциты, накапливающиеся в тесновых жидкости в тканях, в тесны под влиянием признанных местных факторов. Полиморфы ядерные лейкоциты выделяют в тесну и ее жидкости гидролиоциткиния, участвующие в генезе воспалительных процессов. Весьма существует роль развития заболевания парадонта играет иммунологические нарушения. У больных парадонтитом выявлена значительная функциональность лейки в иммунной системе, проявляющейся в ослаблении специфических и не специфических факторов иммунитета на общем местном уровне. Механизм патологических изменений в тесне для стадии раннего воспалительного характера, проникновения в ткани в тесне большого количества липоцитных мелкого и среднего размера, полиморфы ядерные лейкоцитов, макрофагов, плазматических и тучных клеток. Поэтому морфологические особенности этой стадии плотные мелкоклеточные инфильтраты с переобладанным лейкоцитом. Фаза устраивающегося воспаления характеризуется переобладанным по клеточным инфильтрате плазматических клеток, которые отражают иммунный ответ на повреждения. Что такое парадонт? Это комплексная ткань, имеющаяся генетически функциональную мощность, включающуюся. Входит периодонт, кост-аллюля, ткань-зуба, десну и надкосницы. Особенности строения парадонта у детей. Десна, цемент, корни, парадонтальная связка и аллюлярная кость. Значит, тесна это ярко-отраженное зерностя мелкой выраженной плотностью соединительной ткани, небольшая и большая глубина теснового пороса. Цемент корни более тонкий, менее плотный. Гиперплазмозия в участке прикрепления эпителия. И парадонтальная связка, это расширенные тонкие-тонкие нежные волокна, усиленные лимфы и кровоосновляющие стабилизированные структуры и формы. И аллюлярная кость, это плоский грейбинг, тонкая ретептопчатая и опластинка на прочность снегопчатого вещества, меньшая степень минерализации. Болезнь парадонта, это кингивит, болезнь воспалением десны без нарушения деснового прикрепления. Парадонтит, воспаление тканей парадонта с прогрессичной деструктой ордентальной связки и кости. Парадонтоз, это дистрофическое поражение парадонта. Парадонтон, ухолевые эпоподобные процессы парадонта. Гингивит, формы, это катаральные, язвенные, гипертрофические, течения острые и хронические. Фазы, обострение и ремиссия распространены в локализованные, генерализованные парадонтит. Катаральный гингивит бывает острым и хроническим. Острый катаральный гингивит отличается быстро развивающейся, выраженной симптоматикой. Десна ярко-красного тета, отечный, механическое раздражение, десна болезненно, вследствие чего у пациента часто отказывается очистка зубов, что приводит к еще большому нарастанию симптомов. Характерно выраженная кровота через десни. Хронический катаральный гингивит отличается длительным течением со слабо выраженным симптомом. Симптомы становятся выраженные в период простудных заболеваний, когда падает иммунитет, краевая десна, межзубные сосочки имеют сиющий цвет кровоточивость, десен умеренные. Клиническая картина. Характерно признак катаральный гингивит заболеваний выявляет у детей, подростков или лиц молодого возраста. Десна гиперемирована, отечная или в области всех зубов или нескольких зубов. Зубы десного соединения сохранены, имеется немеризованный зубной налет или зубной камень. Катаральный гингивит скопления мягкого зубного налета, счет зубов, покраснение края десны. В зависимости от интенсивности воспалений отмечается разная степень кровоточивости, но зондовая пробка на кровоточивость всегда положительная. На нейронограмме нет признания инструкции межорреллярных перегородок. Катаральный гингивит при гингивит беременности. Общее состояние больных обычно не нарушено, за исключением острого обоснования хронического катарального гингивита. Как правило, при этом причиной бывает либо травма, в том числе при некорректном изготовлении ортопедические и ортодонтические конструкции или химические повреждения. Жалобы кровоточивость десны при чистке зубов и неприятных запахов изо рта. Объективно, десновые сосочки и свободно деснаги перемириваны. Отешенность с цианатическим оттенком. При зондировании деснового борода возникает кровоточивость, червь спектрериального употребления не нарушена. Клиника лабораторной методой диагностики количества микробного налета определяется по величине его скопления в плечевочной области. При гигиенически упрощенном индексу Грина-Вермелина на контактной поверхности и индексе зубного налета. Индесимность воспалительна определяется с помощью пиларно-маргинального аллелярного индекса ПМА или индекс кровоточивости Мюрмина. С помощью зондовой пробы гигиенологические изменения костной ткани отсутствуют. Компактная пластика межзубных перегородок сохранена. Катаральный хронический гингивит дефонтируется гипертрофическим гингивитом, медикаментозным гингивитом и хронический гингивитом парадонтит легкой степени тяжести. Гипертрофический гингивит Это не сопровождается острыми явлениями, наблюдается преимущество у детей, подростков и беременных, медленно развивается и долго сохраняется. Медикаментозные гингивит, ванамцы, прием лекарств, общих проявлений нет. Возможно, поражение других отделов из листоболочек, полстракта, отек не выражен, гиперемия свободной десны, иногда геморроя. Медикаментозный гингивит, ванамцы, прием лекарства, общих проявлений нет. Возможно, поражение других отделов из листа оболочек, полстракта, отек не выражен, гиперемия свободной десны, иногда с геморрогиемией. Парадонтит в течении, это хронически агрессивные, пазы обострения, ремиссия, тяжесть легкая, средняя, тяжелая, распространяются локализованные, генерализованные. Парадонтит легкая степень тяжести, средняя степень тяжести, тяжелая степень тяжести. Хронически генерализован парадонтит легкая степень тяжести. При парадонтите определяется симптом кармана на арендинограмме, определяется праздник воспалительных резортов костной ткани межзубных перегородок. Локализованный парадонтит у детей, это заболевание, при котором воспаление распространяется в десне, и других тканей парадонта, характеризуется прогрессирующая инструкция парадонта и костных тканей межзубных перегородок. Процесс ограничен, локализуется на участке отдельных зубов при группе зубов, чаще их фронтальной, наиболее часто возникает у детей с катаральным генгивитом. Возникает на фоне диспропорции роста челезной незрелости тканей парадонта вследствие изменения пубертатного характера, временное состояние, обсловленное прорезывание зубов. Может быть также обсловлено тесным расположением зубов аномалия формы и соотношения челюсти, аномалия прикрепления и строения мягкой ткани малым преддверием полстракта, неравномерная нагрузка на отдельные зубы. Тяжесть патологических процессов зависит от степени сформированного с тканей парадонта, функциональной нагрузки, вредной привычки, нарушения функций глотания, сживания, откусывания, прогрессированные патологические процессы, возможные условия, негенические состояния полосы рта, снижение реактивности организма, наличие хронических соматических заболеваний, локализованных парадонтных детей, жалобы, периодические кровоточения, с дёсен, неприятное ощущение зуд, напряжение в дёсне, отёк, болезни, сапт, изохта, при осмотре локализованных участков, чаще фронтальным наружу, застойные гиперемельцы, дианозы, межзубные и частично амиллярно появляются дёсен, десновой карман, размером от 3,5 мм. Так, все более поздние сроки клинический локализованный парадонтит, это жалобы на постоянную кровоточение дёсен, резкую болезнь с награничением участки, при осмотре на локализованном участке обнаружится пролиферативное и язвенное изменение дёсно-парадонтального карманного размера до 4,5 мм, значительное зубное отложение на лёд и над и подстинный камень. Морфологические изменения обнаружаются во всех тканях парадонта, на десне наблюдается неспецифические хронические воспаления, при которых наблюдается анестрифическое изменение эпителия нехоидной гистологической инфитраты больше чеканических плазматических клеток тканей пазофилов, поверхностей дезорганизации соединительной ткани в участке деснового кармана в глубоких отделах дёса, прорастание эпителия в долг корнях, резокте верхушки межзубной перегородки с помощью макрофагов и остеопластов. Ремена галактические картины. Обнаруживается расчирение перидентальной щели, деструкция компактной пластинки на верхушке межзубных перегородок, нарушение щели четкости межзубных верхушек и их начальная резорция в участке одного-трёх зубов. Лечение. Начинается выявление в устранении факторов, играющих важную роль в этиологии патогенезы, коррекция уздейчик, пластика перед дверью полстрета, исправление зубочелесной деформации, местное лечение. Начинается с нормализации нарушения функций и обучение правильной методики гигиенического ухода и полстрета, удаление зубных отмоложений, симптоматические лечения генгивита. Нестерозные противооспалительные препараты, препараты растительного происхождения, препараты аскорбиновой кислоты, приобреление тисновых гормонов группы кодокадидов, фунгицитная терапия и физические методы массажа, гидротерапия, ультрафиолетовая и торсионализация. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok